Золотая медаль Ольга Мазуренок. Белорусская легкоатлетка, рекордсменка страны в марафоне и полумарафоне. Чемпионка Европы 2018. Заняла 5 место в марафонском забеге на Олимпиаде 2016 и Чемпионате мира 2019. Заслуженный мастер спорта, лауреат специальной премии президента, белорусский спортивный Олимп. Конечно, чемпионат мира этот был тяжелый. И многие люди, которые уже давно в спорте, не могут припомнить что-то подобное. Бегала я и во влажности, и в жаре, но я после этого чемпионата мира поняла, что все то было абсолютно идеальными условиями. Вот абсолютно без преувеличения, что это была баня. Когда все прибежали, многие люди говорили, что это просто забег на выживание было. Это вот то, что касается спортивной ходьбы и марафона. То есть там о каких-то победах, времени практически не стоял вопрос, кто доживет, кто выживет. Ну, конечно, все тренируются утром, вечером. Ночью все спят. В 12 часов, ну что я скажу, что все в автобусе ехали, кто кемарил, кто спал, дремал, кто зевал. И я слышала, что на Олимпийских играх в Токио хотят также перенести марафон в ночь. Вот поэтому, конечно, надо будет делать выводы. И подозреваю я, что все-таки нужно будет хотя бы короткий промежуток, 2-3 недели, но, наверное, выходить в ночь, тренироваться, чтобы организм уже не спал, все биопроцессы наши работали. Полная концентрация. Ну, мы марафонцы, люди такие, так скажем, сами в себе, наедине с собой остаемся, настраиваемся. Я читала, конечно, что это моя Александра Дулиба. Раньше вот у нас бегала марафон. Она нам говорила, что когда бежала первый марафон в Лос-Анджелесе, там успела все посмотреть, пересмотреть. Я, честно, кроме асфальта вообще ничего не вижу. Как-то я настолько сильно абстрагируюсь, что иногда могу не в ту степень, а забежать. Никогда ничего не вижу и не могу даже потом на следующий день узнать место, что бежала я здесь или нет. Ориентируюсь только по этому железному забору, который ограничения выставляют. Я позволяю себе все, спать долго, где-то вначале не тренироваться и есть все, потому что так голова отдыхает, понимает, что тебе все можно, и ты сегодня сама себя любимница. Ну а когда уже начинается подготовка, действительно я начинаю убирать там где-то углеводы, вот, ну, ем фрукты, овощи и много мяса. Без мяса, мне кажется, я умру. Отмечу женский марафон. Это всегда изнуряющая и сложная дистанция, особенно если он проходит на пике лета. Ольга Мазуренок действительно на жилах, вырывает золотую медаль и становится чемпионкой Европы. Пропиарил меня, так скажем, этот мой нос. Но для меня это вообще, ну, я не отношусь ни хорошо, ни плохо абсолютно. То есть где-то, может, это смотрелось некрасиво, но я не видела никакой там особо преграды. Были некоторые там, да, неудобства, что приходилось как-то нос там помогать, так скажем. Мне кажется, у всех людей периодически такое случается. Какие-то, наверное, перепад давления, что-то в этом роде. Может, магнитные бури какие-то, если кто-то метеозависимый человек. Провожу больше, стараюсь времени с ребенком, потому что, как вы понимаете, что он полгода в году меня вообще не видит. Гордится, хотя так по-семейному иногда. Там, может, мне, как за Олимпийские игры, что пятая была, лидировала и не выиграла. Он мне так все вспоминал, что все неправильно сделала. Главное, чтобы не ленился. Неважно, спорт или учеба. Вот этот у меня момент, конечно, вообще в людях раздражает. И переживаю, чтобы только вот эту вот лень всю побороть. Потому что девочки, мне кажется, сами по себе более дисциплинированные. Такие мальчишек надо всегда такое ощущение, что гнать в шею. Вы искренне, наверное, очень мало все-таки. Вы понимаете, что все мы соперники. Но я абсолютно за дружбу. Спорт быстро заканчивается. А память о тебе и вот это вот мнение, оно останется у людей навсегда. Все мы дружим. Просто единственное, уже такой момент, когда начинаем там готовиться. Уже каждый, наверное, все-таки сам по себе. Марафон – это дисциплина, одна, наверное, единственная в легкой атлетике, где можно действительно очень хорошо зарабатывать и жить ни в чем себе не отказывая. Но опять-таки все это упирается в твой уровень. Вот поэтому, да, действительно, здесь можно зарабатывать деньги. Сколько больше всего вы зарабатываете? А я не скажу. Само расстояние, вот эта сама цифра очень всегда пугает. И я вот, когда тренеру сказала, я хочу бегать в марафон, у меня прежде всего было в голове не то, чтобы вот я хочу там стать олимпийской чемпионкой. Хотя это в детстве всегда это сидело с первого дня, наверное. Но сам марафон, когда я говорю, что я хочу пробежать в марафон, это вот у меня как-то в голове стоял как будто бы какой-то вот барьер. И я бы читала, если я сейчас преодолею марафон, то я буду просто всемогущей на земле. Поэтому очень много, видите, по миру людей бегают марафоны. То есть звёзды, политики, богачи, если так можно сказать. Ну, казалось бы, люди, вы сумасшедшие. То есть вы не на результат бежите. Но вот я их в этом понимаю, что когда ты преодолеваешь эту черту, уже запредельную, у тебя вот появляется мысль, если я это смогла, всё остальное я тоже в этой жизни смогу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова